Всем привет, ребят! Мои топ-5 моделей для бизнеса на Амазон. В этом видео, ребят, я вам покажу, вернее, расскажу, скорее так, про основные модели заработка на Амазон, как, где можно зарабатывать, где не можно зарабатывать, где я не рекомендую зарабатывать, а также будет бонусная модель в конце этого видео для всех тех вас, кто слушает мои видео до конца и делает это очень и очень внимательно. Еще раз, ребят, меня зовут Андрей Крейдсберг, я в e-commerce 2013 года, порядком 10 лет, продаю на ebay, на Амазон, в основном основная площадка моя это Амазон, преподаю, обучаю, сами понимаете, вот, и также активный Forex Trader, уже 2,5 года у нас есть своя программа Forex Автомат, в том числе пассивный заработок для людей, кто не знал, ребят, можете также посмотреть видео на моем канале. В общем, как и так, ребят, поэтому, если вы только перешли на мой канал, добро пожаловать, поставьте палец вверх прямо сейчас, не забывайте прокомментировать слово гайд, чтобы получить пошаговый гайд о заработке на Амазон, совершенно бесплатный, 30-минутный гайд. Так, быстренько напомню всем про обучение в Амазон Мастере, также, если у вас интересует обучение, хотите получить приватную поддержку от меня лично, стать учеником моего VIP-сообщества, Амазон Мастере, ссылочка внизу в описании под этим видео, ребят. Ну, в общем, поехали. Надеюсь, где-то 7-8 минут это видео, коротенько поговорим про модели заработка на Амазон, что вообще есть, чтобы у вас не было, так сказать, больше конфьюжена в голове, вот, что делать, чем заниматься и так далее. Первым делом, ребят, хочу провести маленькую параллель между FBA и FBM методами продажи товаров на Амазон. Что это обозначает? То есть многие люди банально не понимают разницу между, там, онлайн-арбитражом и FBA. Я хочу делать, там, FBA на Амазон. FBA – это Fulfillment by Amazon, это метод, как вы продаете товары. То есть есть FBA, есть FBM. FBA – это Fulfillment by Amazon. FBM – это Fulfillment by Merchant, чтобы вы понимали. Соответственно, у нас есть две модели, по которым мы продаем товары. В том числе и модели, о которых я сейчас буду вам говорить. У нас есть пять моделей, плюс шестая бонусом от меня. Так вот, FBA – это Fulfillment by Amazon, когда вы отправляете товар на склады Амазона. FBM – это Fulfillment by Merchant, когда вы сами отправляете товары вашим покупателям, после того, как вы делаете продажу. Первая модель – бизнес на Амазон. Ритейл-арбитраж. Товар вы банально ищете в ритейл-магазинах физически, ищете, используя Seller Central Application в вашем телефоне, сканируете, ищете товары, ищете предложения. Эта модель крутая тем, что, кстати, буду сейчас говорить обязательно про плюсы, про минусы и сколько нужно денег, чтобы стартовать. Поэтому, да, внимательно слушаем. Эта модель интересна тем, что можно легко стартануть с маленькими инвестициями, можно локально искать товары, если вы находитесь там в Америке, либо в Англии. Искает товар, соответственно, популярных ритейлеров местных. Там в Англии, допустим, это будет там B&Q, там Poundland, Asda, в Америке это Walmart, там Marshalls, Coles, Loves и так далее. Ищете физический товар, находите. Это работа, это много времени занимает и так далее. Такой основной минус. Но вы можете стартовать с минимальных инвестиций, плюс у вас будет товар довольно-таки с хорошим ROI, с хорошим там маржой, потому что, как правило, эти товары, они не находятся на продаже онлайн. Вы не можете купить в онлайне, соответственно. Поэтому эта модель, и это и есть главный бонус данной модели. Опять же, очень много времени тратите на это, но низкий порог входа. Именно конкретно, что касается денег на инвестиции, которые вам нужны, чтобы стартовать по модели ритейлер-арбитража. Сам начинался ритейлер-арбитража, так называемый RA, потом быстренько довольно-таки перешел в OA. Как правило, при ритейлер-арбитраже вы будете покупать товар сами, ну, разумеется, в физические магазины, и не использовать проп-центр, пролезть товар сами на Амазон. Как-то так. А на арбитраж то же самое. Покупаем у ритейл-магазинов, вторая модель, но мы уже берем товары, соответственно, и покупаем их онлайн. То есть это можно составить на аутсорс, на автопилот, в том числе, используя виртуальных ассистентов и так далее. В этом основное преимущество данной модели над моделью ритейлер-арбитраж. Третья модель, ребята, это модель Wholesale. Я рекомендую Wholesale, безусловно. С моей стивили, ребята, до конца я вам скажу, по каким моделям я продаю и какие модели я рекомендую. Wholesale – это модель опта, где вы покупаете напрямую у дистрибьюторов, у оптовиков, не у ритейлеров. Получаете invoice, а не так называемые реситы-чеки. И, как правило, можете открыть и категории, и бренды, когда вы продаете по модели Wholesale, когда вы делаете дистрибьюцию, когда вы покупаете у оптовиков. Это огромный плюс. Также эта модель, она более scalable, так сказать, по-русски ее можно легче вырасти, вырасти на вашем аккаунте, так сказать, промасштабировать бизнес, потому что вы закупаете товары у постоянных поставщиков, которые могут давать вам товар в большом количестве. Это третья модель. Четвертая модель – это модель дропшиппинга, модель FBM. Кстати, ребята, первые три модели – это модели именно FBA, когда мы управляем товар на Amazon. А четвертая модель – это модель дропшиппинг, FBM. Это когда мы берем и ставим товар на сам Amazon, не покупая его заранее, ставим его как селлер на Amazon через FBM функцию в вашем селл-сентрал аккаунте, и мы продаем, соответственно, товар заранее, не выкупив его. Мы делаем продажу, потом только идем к поставщику и заказываем товар. Явный минус в том, что эта модель запрещена на Amazon, ее нельзя делать. Нельзя делать дропшиппинг с ритейлером, потому что покупатели получают товары с упаковками магазинов, это выполнитель конкуренции Amazon, плюс получают чеки в товаре, которые, сами понимаете, будут показывать более низкую цену, чем они покупили на Amazon, потому что вы зарабатываете деньги на разнице. Поэтому дропшиппинг мы не делаем. Его можно делать, но у вас будет аккаунт в бане буквально там за пару дней, после того, как вы ставите товар, я не рекомендую данную модель. Есть один такой классный обход, вот, ребят, про который мы сейчас с вами поговорим. Это четвертая модель. Пятая модель. Перед тем, как я поговорю про пятую модель, пожалуйста, поставьте палец вверх, прокомментируйте слово гайд прямо сейчас, если видео заходит, дайте мне знать. Вопросы пишите в комментариях, ребят. Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы. С радостью вам помогу, отвечу. Если вдруг видео очень быстрое, если я слишком быстро разговариваю, всегда можете поставить меня на минус x2, если такая функция есть. Ну, либо просто перемотать видео и послушать видео. Сначала я, ребят, привык, так сказать, давать информацию как можно быстрее, чтобы она была доступна, и чтобы всем было все понятно, и меньше воды, и больше по теме, так сказать, по нашему, по бизнесу. Что касается модели, пятой модели. Модель пятая – это private label, когда покупаем товары напрямую с Китая. С Китая покупаем товар, private label, делаем свой бренд. Опять же, инвестиции в этой модели нужны от 10 тысяч долларов. Кто-либо вам не говорил, что там нужно 2-3 тысячи долларов и так далее, это полная ерунда. Десятка минимума, лучше 20-30 иметь, потому что нужны деньги на маркетинг, нужно развивать свой товар, нужно ставить продукт, создавать листинг, делать маркетинг, понимать, как его продвигать. В первой модели arbitrage, retail arbitrage, online arbitrage и wholesale мы не продвигаем ничего, мы продаем товары, которые продаются на Amazon через готовые листинги. В дропшиппинге то же самое. Опять же, я не сказал про бюджетный дропшиппинг. С минимальных инвестиций, но чем больше, тем лучше, потому что в дропшиппинге маржа минимальна. В private label, как правило, она больше, больше ROI, больше денег можно заработать и так далее, но я не рекомендую private label для начала так точно. Можно ей заниматься, но опять же, вы должны понимать, что порог хода намного выше, плюс намного технически тяжелее заниматься данной моделью, если мы сравниваем с моделью arbitrage, wholesale и тем же retail arbitrage. Retail arbitrage, online arbitrage, это, в принципе, одно и то же. Поэтому private label я не рекомендую. У меня, кстати, есть видео отдельно на канале, ребят, посмотрите в правом верхнем углу и ни одно видео про private label, где я провожу, привожу все свои доводы, конкретные доводы про эту модель и почему я не рекомендую и не, естественно, и не обучаю. Насчет обучения, ребят, еще раз напомню, обучение Amazon Mastery, ссылочки внизу в описании, ребят, смотрите, там полное обучение с постоянной поддержкой, плюс крутая вещь от меня, ребята, вы получаете доступ в мой справочник Amazon Mastery, я на самом деле очень горжусь, это единственное место, где вы получите все фишки, типсы, бонусы, касающиеся Amazon, все темплейты, все там поставщиков, там шаблоны, как отвечать Amazon, всякие хаксы, типсы, как открывать категории, бренд, в общем, там поставщики, все там, ребят, справочник Amazon Mastery только для моих учеников, такой эксклюзивный промоушен от меня прямо сейчас. Шестая модель, бонусная модель, ребят, такая от меня, в которой можно заниматься, я вам говорю уже про дропшиппинг, да, почему я про дропшиппинг говорю, когда его нельзя делать, можно сделать так называемый двухшаговый дропшиппинг, двухшаговый дропшиппинг, когда вы закупаете товары заранее, вы отправляете их на склады, преп-центр, просто на склады, преп, ну, склады, ну, любой, как преп-центр, да, там они товары тоже перепаковывают в простые коробки, убирают все чеки, и вы отправляете товар уже покупателю, когда вы делаете продажу, но вы заранее покупаете товары, плюс у вас нету проблемы с out-of-stock'ом, out-of-stock' это когда товар уходит out-of-stock'ом, его нету в наличии у поставщика, и когда вы делаете продажу по модели дропшиппинг, такое бывает, что у вас товара просто нет в наличии, и вам приходится всякими окольными путями пытаться отменить заказ, писать клиенту, что там, отправьте нам cancellation request, если cancellation request не отправляют, то вам будет это бить по вашим метрикам Амазона, если будет по метрикам, это конкретно здоровье вашего аккаунта, то Амазон это увидит и будет закрывать ваш аккаунт, в принципе, тут же, сразу, поэтому как-то так, ребята, двухшаговый дропшиппинг, two-step dropshipping, кстати, я делаю, у меня есть Amazon Automation программа, где мы делаем все под ключ по данной модели, в верхнем углу посмотрите видео, посмотрите, там я как раз записывал про мой VIP-сервис Amazon Automation под ключ, там мы открываем все для вас, делаем все под ключ, разные пакеты FBA, в том числе и FBM, даем поставщика, видеомагазин, месяц, три месяца и так далее, в общем, все за вас, ребята, не нужно ничего делать, просто инвестируйте деньги, и мы вам все подключаем, делаем, ставим бизнес на полный автопилот, как-то так, ребята, ну что, мы вложились до 10 минут, это точно, поэтому всем еще раз спасибо, кто смотрел это видео, это был топ-5 бизнес-модель на Amazon, заработок на Amazon, как заработать, надеюсь, всем все понятно, 5 моделей, еще раз, retail arbitrage, lan arbitrage, wholesale, получается у нас дропшиппинг, private label и two-step dropshipping, это как бонус, это как разновидность дропшиппинга, в общем, я всем еще раз спасибо, поставьте лайк, подпишитесь на канал, как всегда, да, ребята, комментируйте, если есть какие-то вопросы, задавайте вопросы, пишите, кстати, откуда вы смотрите, ребят, очень, очень интересно знать всегда, откуда мои подписчики, вот, всем еще раз спасибо, и до следующего видео, пока-пока.